Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте продолжить и остановиться на методах профилактики рака толстой кишки. Если мы посмотрим на вот эту карту, то увидим, что заболевание очень распространено в мире с выявлением более 1 миллиона 300 тысяч новых случаев. И чаще всего рак толстой кишки возникает в экономически развитых странах на всех континентах. Если говорить о профилактике рака толстой кишки, то необходимо сначала обратить свое внимание на термин, терминологические требования. И мы увидим, что уровни профилактики в соответствии с монографией эпидемиологии рака Всемирной организации здравоохранения делятся на три части. Первая часть – это первичная профилактика до появления болезни. Вторичная профилактика, направленная на ранее выявление, чаще всего это скрининг. И третичная профилактика, так называемая, это та профилактика, которая использует лечебные реабилитационные программы для улучшения результатов лечения заболевания среди уже пораженных пациентов. В литературе иногда несколько перемещаются эти понятия, и третичная профилактика заменяется вторичной. Тем не менее, вот классический вариант, наверное, называть третичной профилактикой состояния после уже возникшей опухоли. Если мы посмотрим на кривую времени и увидим, что вообще профилактика злокачественных новообразований ведет свою историю с 1900 года, уже более ста лет. Исследователи со многих стран мира пытаются решить эту проблему. И к проблеме колоректального рака стали поступаться относительно недавно, с 1960 года, когда была внедрена сигмейдоскопия в план скрининга больных с подозрением на колоректальный рак. И уже большее количество исследований мы видим только в последние 15 лет с появлением ряда лекарственных препаратов и изучением их механизмов действия. На сегодняшний день появились возможности говорить уже об этой проблеме более широко. Основателями химиопрофилактики можно считать двух ученых. Это Ватенберга из Миннесоты, профессора из Порно, из Германии. Первый доктор впервые представил, затем идентифицировал структуры, которые могли бы эффективно блокировать развитие канцерогенеза на моделях животных в эксперименте. Второй исследователь изучал механизмы подавления канцерогенеза, включая ретиноиды и терпиноиды. Надо отметить, что химиопрофилактика имеет свои основы, заложенные в принципах проведения и в принципах, которые надо учитывать для того, чтобы проводить эффективную химиопрофилактику. Первым относится канцерогенез. Надо понимать, что это хроническое заболевание, которое обычно проходит предопухолевые стадии с изменением генетического аппарата опухолевой клетки. Второй принцип химиопрофилактики учитывает взаимодействие наследственных факторов и факторов внешней среды. Это взаимодействие носит хронический характер. Вы видите здесь разделение на неподдающие изменения. Это как раз наследственная часть и поддающиеся изменения. К неподдающимся относятся значимые дефекты в промоции ингибиции генов, тонкие различия в кодировке или экспрессии генов. А поддающиеся изменения – это то, что мы считаем факторами внешней среды, курение, плохая диета, вирусы, ультрафиолетовое облучение и так далее. Следующим принципом химиопрофилактики, который следует учитывать, это теория опухолевого поля, полихронотропное состояние болезни. В одно и то же время возникает несколько чешков болезни, которые находятся на той или другой стадии своего развития. И это необходимо учитывать для того, чтобы проводить профилактику этого заболевания. И последнее – это достижение баланса между эффективностью и безопасностью. Это очень важно, потому что препараты получают пациенты достаточно длительно, на протяжении многих лет. И здесь необходимо понимать, что у нас должны быть сведены к минимуму риски осложнений со стороны применения того или иного лекарственного средства. Для этого разработана стратегия, которая предусматривает уменьшение системного влияния за счет модификации режима, снижения дозы, чистоты препарата. Возможно, местное применение какого-то лекарственного средства. Это профилактика ожидаемой потенциальной токсичности комбинации с протективными препаратами желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистыми. Это таргетный механизм, который учитывает более селективное назначение лекарственных средств, в частности, коксингибиторы, примером являются. И изучение новых комбинаций и улучшение отбора пациентов. К сожалению, на сегодняшний день, это данные европейских финансовых институтов, говорящие о том, сколько затрачивается денег на развитие этой области онкологии. Мы видим, что в первую очередь, конечно, тратится больше средств на биологию и лечение, на изучение каких-то новых механизмов возникновения опухоли или поиска новых мишеней. Всего лишь 2% мы имеем вложение финансовых средств в профилактику злокачественных новообразований. Первичная профилактика. Что можно сказать? На сегодняшний день уже абсолютно доказано с высокой уровнем доказательств. По данным множества метаанализов, факторы, повышающие риск колоректального рака. К ним относятся курение 18%, умеренное употребление алкоголя до 1-3 напитков ежедневно. Это ожирение, повышение веса на 45% может увеличивать риск возникновения колоректального рака. И более высокое потребление алкоголя, то есть более 4 доз алкоголя или 4 дринков, как они еще по-другому именуются, приводит к повышению риска возникновения колоректального рака на 52%. Одним из предполагаемых механизмов связи ожирения и риска возникновения прогрессии опухоли является воздействие на кокс-рецепторы, повышение метаболизма за счет увеличения уровня холестерина и воздействие на сигнальные пути МТОР. Но был очень интересный проведен метаанализ, опубликованный совершенно недавно, показывающий, что само по себе снижение веса, если оно проводится направленно, не редуцирует риск колоректального рака. Объяснения, к сожалению, этому пока нет, но тем не менее вот такой феномен зафиксирован. К факторам снижающий риск колоректального рака относится с высоким уровнем доказательств, конечно же, физическая активность, которая способна снижать риск возникновения колоректального рака на 24%. Тоже ряд метаанализов этому был посвящен. И на сегодняшний день стали появляться биологические обоснования физической активности и выживаемости злокачественных образований, которые складываются из многих составляющих. В частности, были открыты на предклинических исследованиях данные, которые выявлены, модулируют ангиокины. Вы видите, идет снижение количества ангиокинов, которые участвуют в канцерогенезе у больных, которые занимаются физическими упражнениями. Кроме того, физическая активность улучшает зрелость кровеносных сосудов и перфузионную способность у тех пациентов, которые более активны. У них намного выше перфузия в тканях. И, соответственно, снижается гипоксия, что может приводить, по данным этих, пусть небольших, но экспериментальных исследованиях на лабораторных животных, в частности на мышах, им перевивалась опухоль и в дальнейшем назначалось лечение циклофосфаном. И те мышки, которые не были ограничены в движении, у них сочетание химиотерапии и активности физической приводило к более выраженному эффекту и более существенному уменьшению опухолевой массы. Кроме того, важным фактором в профилактике рака толстой кишки является удаление полипов. Считается, что более ранее более выгодно и приводит к снижению риска. В частности, была отмечена ассоциация с 77% снижением риска колоректального рака. Больше для левой половины, несколько меньше для правой половины. Но необходимо помнить, что существуют осложнения, такие как перфорация, кровотечения с частотой 7,9 на 1000 процедур. Теперь непосредственно уже о первичной профилактике лекарственными препаратами. И первым из них, мы его все хорошо знаем, препарат аспирин, механизмы противоохолевого действия, которые постепенно становятся известными. В частности, это воздействие на бета-котенины. Ниже несколько будет слайдов, посвященных этому белку. Это воздействие на МТОР, сигнальные пути РАФ, МЕК и так далее. И НФКБ. Достаточно известные сигнальные пути возникновения и усиления пролиферативной активности злокачественных опхолей. Эффект ежедневного приема аспирина был доказан в нескольких крупных клинических исследованиях, опубликованных 5 лет назад в журнале Lancet. Он наблюдался не только у пациентов колоректальным раком, также у больных раком пищевода и других злокачественных образований. Не было выявлено этого эффекта при злокачественных образованиях гематологических и профилактики рака желудка. Опять же следует помнить, что есть и обратная сторона медали. И на сегодняшний день риск кровотечения при приеме аспирина достаточно хорошо изучен. Он составляет от 10 до 30 эпизодов на 1000 человек. Почему такой разброс? Потому что он увеличивается с увеличением возраста больных, индивидуумов, и чаще всего наблюдается у мужчин. Одним из вариантов профилактики рака толстой кишки являлась комбинированная гормональная терапия, которая тоже была изучена. Больным назначали ежедневный эстроген в сочетании с медроксипрогестероном, ацетатом, и было показано достаточно интересные данные, которые свидетельствовали об эффективности такой комбинированной терапии в профилактике рака. Однако, если мы посмотрим на тех больных, которые получали комбинированную гормональную терапию, но у них в итоге развилась злокачественная опухоль ободочной кишки, то мы видим, что здесь превалировало у этих пациентов вовлечение лимфатических узлов по сравнению с плацебо в гораздо большем проценте случаев. Частота четвертых стадий также была выше и низкая степень дифференцировки. Все это в совокупности привело к тому, что окончательная разница в выживаемости общей у пациентов, которые проводилась такая профилактика, и последующее лечение злокачественного образования, она нивелировалась. Поэтому на сегодняшний день, с учетом побочных эффектов такой гормональной терапии, оно редко имеет место. В начале 2000-х годов было проведено исследование, которое показало эффективность использования целикоксиба. Вот в этом исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine, изучались различные дозы целикоксиба в сравнении с плацебо у пациентов со спорадической аденомой. И мы видим, что при использовании дозы 400 мг наблюдалось значительное уменьшение, во-первых, количества полипов. Если, например, на безлайне данной ситуации, в данном примере, было 41 полип, то через 6 месяцев назначение целикоксибом количество полипов значительно уменьшилось, и многие из них просто уменьшились, кроме того, и в размере. Процент составил 48%. И на этом основании целикоксиб на сегодняшний день входит в список утвержденных препаратов для лечения предопухолевых очагов и редукции рисков предопухоли. Я здесь привожу полный перечень этих утвержденных препаратов. Видите, целикоксиб показан пациентам старше 18 лет. При наличии у них наследственного семейного полипоза толстой кишки. Факторы, понижающие риск колоректального рака, которые не продемонстрировали статистически значимых преимуществ, это препараты кальция, диета, терапия эстрогенами и статины. У них не было доказано влияние на снижение риска развития колоректального рака. Третичная или вторичная, по некоторым данным, по некоторым работам, профилактика. Очень интересна сама по себе. И на этом этапе у нас основной задачей является недопущение или снижение частоты рецидивов, или, может быть, увеличение продолжительности жизни пациентов. Одно из первых исследований было посвящено физической активности и безрецидивной выживаемости у пациентов колоректальным раком третьей стадии. И оказалось, что если пациенты более 18 часов занимаются активной деятельностью, то у них результаты лечения значительно лучше с достоверной статистической разницей. Что интересно, та ассоциация между физической активностью и смертностью сохранялась как до установления диагноза колоректального рака, так и после установления диагноза злокачественного образования с одинаковой интенсивностью, то есть с одинаковой активностью. Более глубокое изучение физической активности у пациентов, которые перенесли злокачественное образование, было проведено, и оказалось, что физическая активность зависит от результатов экспрессии рецепторов COX-2. Если повышенная существует экспрессия COX-2, то тогда физическая активность значимо влияла на результаты лечения отдаленные. Если отсутствовала экспрессия COX-2, тогда физические упражнения не влияли никоим образом на результативность терапии. Кроме того, была выявлена роль бета-котенина при физической активности и массы телоизучения. И оказалось, что этот белок, если активируется путь WNT, появляется в избыточном количестве в цитоплазме, и какая-то часть его воздействует на ядро клетки, вызывая усиленную пролиферацию, и, соответственно, вызывая негативные изменения при развитии опухоли. Ассоциация изменения этого белка при моногистохимическом исследовании была показана и выявлена, что при высокой экспрессии бета-котенина, ядерной экспрессии, физическая активность имела значительное влияние, наоборот, на течение процесса опухолевого. И, соответственно, у нас появляются уже критерии, по которым можно рекомендовать пациенту более активный образ жизни после того, как они перенесли это заболевание. Кроме того, появлялось сообщение, и оно было посвящено использованию диеты. Вы видите, здесь приведены данные у пациентов третьей стадии рака ободочной кишки, когда использование западной диеты, эта диета, богатая красным мясом, десертами, приводило к более высоким рискам возникновения рецидивов и ухудшению результата в сравнении с диетой, которая исключает эти продукты. Аспирин и выживаемость после радикального лечения колоректального рака, если ранее мы говорили о том, когда он профилактирует наступление опухоли, то сейчас эти исследования посвящены демонстрируемой тому, что аспирин может профилактировать наступление рецидивов и увеличить продолжительность жизни больных. Была показана в первых ранних исследованиях его экспрессия зависимость эффективности этой профилактики от экспрессии COX-2 рецепторов. Оказалось, что при более высокой экспрессии эффективность аспирина выше. Но последующие исследования не подтвердили этой взаимосвязи, а была выявлена взаимосвязь с мутацией PI3K и эффективностью такой терапии. Кроме того, на АСКО в этом году было опубликовано огромное исследование. 29 тысяч пациентов было исследование, 25 было включено. 19 тысяч 535 больных не получали аспирин, 6 тысяч 108 получали аспирин. Здесь включались больные не только с локальными стадиями, здесь небольшое количество было пациентов с четвертой стадией болезни. И вы видите, что без относительно каких-то предикторов, факторов клинических или биологических, было получено улучшение выживаемости у больных, которые получали аспирин. Но вместе с тем появляются некоторые сообщения, которые немножечко отрезвляют. И вы видите, что корейское исследование, которое опубликовано было в этом году, продемонстрировало следующие данные, которые свидетельствовали о том, что пациенты, те, которые получали аспирин, уже имея диагноз колоректального рака, если они его получали и до момента установления диагноза, у них оказалась более низкая выживаемость в сравнении с теми больными, которым аспирин был назначен сразу после операции. И последнее исследование, о котором я хотел рассказать, это исследование на больных метастатическим колоректальным раком. Его основной задачей было изучение эффективности биологической терапии после прогрессирования на первой линии лечения, когда использовались фолфири, фолфокс комбинации. Дальнейшим больным назначались комбинации химиотерапии с цитоксимабом, бивоцизумабом или их сочетанием. Здесь в результате уже последующего анализа был изучен уровень витамина D в плазме крови у всех пациентов, которым проводилось лечение. Эти больные были разделены на 5 групп в зависимости от уровня витамина D, квинтели так называемые. И было установлено, что более низкий уровень витамина D был у пациентов северных жителей, у пациентов с ожирением и со сниженной физической активностью. По безрецидивной выживаемости были показаны результаты статистически достоверного улучшения результатов отдаленных лечения метастатического колоректального рака в той ситуации, когда более высокий был уровень витамина D в крови, разница составила 2 месяца, но еще более впечатляющими были результаты, когда была изучена общая выживаемость. Если вы посмотрите на уровень витамина D здесь и здесь, то увидите разницу выживаемости порядка 8 месяцев. Это уже существенно, это значительная разница. И был проведен мультивариантный анализ по этим показателям, который показал, что более чем на 30% редуцируется, в смысле, наоборот, риск смерти у больных, которые получили лечение, и у них высокий уровень витамина D. И также безрецидивная выживаемость улучшалась для тех пациентов, у которых был очень высокий уровень витамина D. Кроме того, изучались его эффективность в зависимости от генотипа. Так, АА-генотип сопровождался более высокими показателями выживаемости у больных, у которых был высокий уровень витамина D, и перенесли лечение. Подгрупповой анализ в этом исследовании продемонстрировал более высокую активность у пациентов, которые были мутантны по кей-раз, и получали схему Фолфокс. На этом основании сейчас проводится исследование, оно еще не закончено, которое изучает активность профилактики или назначение даже, скажем так, витамина D в более высоких дозах и в более низких у больных, которые получают лечение как раз Фолфоксом в сочетании с био-вацизумабом. Результаты это с большим интересом мы ожидаем. И последний слайд, который я хотел показать, это то, что мы можем на сегодняшний день, наверное, с уверенностью рекомендовать нашим пациентам на основе доказательной медицины. Это использование целикоксиба при наличии диффузного семейного полипоза, это физическая активность аспирин в дозе не менее 75 мг. для пациентов, которые используются это лечение или рекомендации в качестве первичной профилактики. И физическая активность назначения аспирина 75 мг диета для пациентов во вторичной или третичной профилактике. К сожалению, пока нет данных о том, и мы их, я еще раз повторюсь, ожидаем, по витамину D, то, насколько назначение его эффективно, покажет будущее. Спасибо за внимание.